Ещё одно свидетельство в энциклопедию ненужного. Лесная тропа, искусственная городская тропа, урбанизованная. К сожалению, это не нужно. Это также не нужно, как пластическая операция, которая уродует человека полностью. Эти печальные случаи известны, когда пластическая операция просто портит жизнь, судьбу, лицо. Всё это делается от ощущения психической неполноценности и разных внутренних сомнений. По поводу этих сомнений хочется пожелать всем, не сомневайтесь в себе, вы прекрасны, вы драгоценны. Что касается лица, то можно очень многое сделать различными видами специальных упражнений. Сейчас вся естественная пластика очень развивается. Всё, что связано с натуральным, натуральностью, природностью. Это тренд, мировой тренд. Природность, натуральность, глубина. Вот. И Москва тоже хорошо, если будет следовать самому современному. Это уже в прошлом. Грубая урбанизация уже в прошлом. Посмотрите, Сингапур. Посмотрите, архитектурные проекты. Небоскрёбы с деревьями, зелёные небоскрёбы. Опять же, отношу к Пинтерест. Посмотрите, Винсент Калибо, который первый начал проектировать зелёные здания. Посмотрите, пенда-стиль. Даже небоскрёбы сейчас уже перепроектируются из дерева. И в Нью-Йорке строятся небоскрёбы-колхозы, которые целиком на автономном цикле энергетическом выращивают пищу. Это гигантское здание, но оно красивое, и оно в зелёном стиле сделано. Небоскрёб-колхоз, где выращивается вся еда. И она может быть выращена чисто. И не нужен никакой транспорт. Все свежие продукты здесь же. Вот. Это тренды современности. Поэтому вот справа у нас природный стиль, натуральный стиль. Это же относится и к здоровью. Вот. Слева у нас урбанистический стиль. Ну, что ж. Я поклонник природного стиля, природной красоты, естественности и веры в человека. Как в сущность прекрасного и драгоценного. Всем счастья!